Скажем так, как мы пришли к этой выставке, мы сидели как-то тут друзьями, да, и Юра с нами сидел, и мы обсуждали наших художников, которые у нас тут выставляются, и решили, мы знали, что Юра рисует, решили предложить Юре у нас выставку сделать. Ну, так как, несмотря на эти работы, на масштаб пробовать художник у нас достаточно скромный, Юра начал, да, я не готов, но, может, еще давайте попозже, давайте еще как-то, вот такое вот. Мне ничего было в цикле просто. Я правда не готов, а не скромность. Да, и мы тут решили как бы добавить в выставки такого масштаба и решили придумать какую-то историю, может, какую-то мистификацию. Сначала думали, что это пусть будет эта выставка, путешествующая выставка какого-то неизвестного художника, потом, что это будет, нет, чтобы эта выставка не касалась Юры, да, мы начали выдумывать, или пусть это будет выставка однорукой художницы какой-то, или слегой художницы. Одноногой. Потом мы думали, нет, пусть эта выставка будет, которую дельфины рисуют. Юра сказал, вы дураки, думайте, что это выставка. Я призвала. И так у нас эта выставка отложилась на два месяца, может быть. Ну, я искал поликарбонат. Деньги на него. Юра, я такую историю рассказываю, ты говоришь о поликарбонатах. Да, да, дельфины уплыли. Взял, чтобы ты приземлил вообще все. В общем, после долгих путешествий Юра на выставке наконец-то здесь. Нам очень приятно, мы очень рады. У меня не все вон, а я все вон, а я все вон, а я все вон, а я все вон. И я хочу, чтобы эта выставка послужила каким-то катализатором для дальнейших работ. Ну, если у нас с архитектурой в стране будет все хуже и хуже, как и сейчас, то, наверное, отместили, и я начну опять рисовать. Поэтому мне как бы хватало, чем реализовываться все время. И тут есть перерывы между картинами по 15 лет. Вот. Ну, слава богу, была работа, значит. Я находил себе для самой реализации. Ну, давай так, чтобы перерывы. Ну, да, наверное, да. Наверное, теперь все предпосылки у нас к тому, что будем рисовать больше. Это не мрачный. Нет, чего, это наоборот светлый. Будем больше работать и графики. Ну, и так, и так светлый. Да, и так, и так светлый. Поэтому все будет хорошо. Крейки там есть все очень старое. Ух ты. Да, потому что я, чтобы хорошо снять клей, для меня хороший клей, я так шпателем снимал вместе со старыми обоями, практически на старом до камня. Поэтому там... Короче, можно прочитать новости 1903 года. Там есть и расклоить, там можно прочитать новости 1900, и раньше. Ну, ледка, когда улетела. Вот, так что... Она со временем газеты пока пожелтила, такой шарм упрекла. Да, да. А вот, Смитович, у нас какое было желание, на чё, кем-то он был, что-то он загружает. Нет. Как бы, где же у меня холодный фон? Вот, идемте в тот зал. Идемте в тот зал. Начало в следующий зал. Перейдемте в следующий зал. Вот девочка в холодном исправлении. Вот девочка на павлине. Тоже, как бы, я ее всегда на холодных тонах печатаю. И я, как бы, цвет всегда делаю разный. А эту я нарисовал в одну линию, как-то она была вносить туда настроение. Модернистая. И я так ее порисовал. Потому что... Так что так. ...And... ...Нифига. Это вообще меньше меня еще где? Можно ещё? Нет. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...